Физкульт привет друзья и ученики! Сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен девушкам И говорить мы с вами будем о ягодицах, о попках, о бицепсе бедра Почему на многих не работают приседания и как заставить приседания работать на себя? Скажу сразу, если вы от приседаний не получаете никакой пользы в плане роста ягодичных мышц То говорит это только об одном, что вы неграмотно приседаете Ваша техника неправильная, вы совершаете ошибки И виноват в этом, конечно же, в первую очередь ваш тренер Он должен обучить вас с первых шагов правильной технике приседаний именно для девушек Для девушек в первую очередь важна глубина приседа и ширина стойки О чем я постоянно говорю в своих видео и статьях Вы все знаете, я тренирую Эбигел уже два месяца До этого она не приседала Сейчас вы видите первый мой урок И я сразу же обучаю ее технике приседаний Она не делала, кстати, становых тяг, румынских тяг Но через три месяца у нас уже серьезные соревнования И за два месяца она показала колоссальный результат Ее ягодичные и бицепсы бедра увеличились И все только благодаря приседаниям У меня много знакомых выступающих девчонок Которым тренер не поставил технику приседа Не объяснил, насколько глубоко нужно садиться Чтобы задействовались ягодицы Вы поймите, что анатомически мы с вами и парни, и девушки, и все люди Совершенно одинаковы с точки зрения воздействия на нас Того или иного упражнения Мышцы у нас у всех растут по одной и той же причине При одних и тех же факторах Стрессы, вызывающие эти факторы У всех у нас с вами одинаковые В первую очередь, что должен был поставить тренер Повторюсь Это глубину приседаний Глубина должна быть как минимум до параллели бедер С полом Не выше Есть у меня знакомые девчонки, которые хорошо и много приседали Но не садились в полный присед и даже не доводили Свои приседания до параллели бедер с полом К чему это привело? Действительно, переразвит у них квадрицепс Но это все равно сложно Особенно для девчонок, так как гормонов мужских Гормоны тестостерона, гормона роста у девчонок гораздо меньше вырабатывается Поэтому даже при серьезном тренинге сложно стать мужеподобной Но вот, как раз таки, если приседать неправильно Не в достаточно широкой стойке Не садиться глубоко То вы не будете расти Смотрите, сейчас я объясняю Эбигелу С чего нужно начинать присед Присед начинается с увода таза назад А не со сгиба коленок Кстати, если у вас отрываются пятки Это говорит о том, что вы неправильно Совершенно безграмотно приседаете Начиная движение с увода коленей Со сгиба коленей Нет, в верхней точке коленки должны быть слегка согнуты Всегда И движение начинается, посмотрите С увода таза назад Иначе, если вы будете сгибать колени То пятки будут отрываться Техника будет нарушаться Лучше всего это понятно Когда в обучении используешь Специальную табуреточку металлическую Либо какое-нибудь другое возвышение Представьте, что вы хотите Сесть на эту табуретку Она далеко отставлена сзади Можете поначалу прямо даже садиться Не боитесь Не упадете Тренер вас подстрахует всегда Можно сесть, а потом встать Это самый лучший способ Прочувствовать, извините, движение Понять его суть Коленки должны максимально оставаться на месте А вот таз должен уходить назад И вот таким способом Вы прекрасно сможете это прочувствовать Даже если вы тренируетесь без тренера Пробуйте это делать Это поможет вам Большая ягодичная мышца И все ягодичные мышцы Задействованы как нигде В приседаниях Поэтому, девчонки Обучайтесь приседаниям Если вы не применяете стероиды То никакие махи Никакие отведения назад Ноги Не будут вам строить ягодичную мышцу Просто стресса недостаточно Если кто-то говорит, что приседания не дают ему результата А от махов растет ягодица Это полная чушь Либо человек использует фармакологию Я же подразумеваю Что все вы, кто смотрит мои ролики В здравом уме И вы не будете использовать фармакологию Особенно, если вы не собираетесь Участвовать в соревнованиях Для девушки фармакология Действительно является Сильнейшим злом Научитесь грамотно, технически Приседать Пусть у вас на это уйдут месяцы Ничего страшного Зато впереди еще годы тренировок Которые дадут вам колоссальный результат Эбигл, несмотря на то, что Начала со мной заниматься недавно Уже с третьей тренировки Приседала практически идеально Я сам был поражен И результат налицо Точнее на попу Особенно мы спрогрессировали В бицепсе бедер О чем нужно предупредить вас заранее Если хотите, чтобы техника была хорошей Посмотрите, куда нужно класть гриф Не на шею А на низ трапеции И на задние дельты Тогда у грифа Не одна точка опоры А три Трапеция и дельты Во-первых, вы застрахованы от травмы шеи Во-вторых, вас не будет клонить вперед При этом нужно всегда держать лопатки вместе Сводите лопатки Потом кладите штангу На трапеции и заднюю дельту Вставитесь в широкую стойку Носочки слегка разводите И садитесь настолько глубоко, насколько сможете Тогда вашим ягодичным мышцам просто некуда будет деваться Они будут расти Повторяю Приседания Лучшее упражнение для роста ягодичных мышц Технически грамотное приседание Когда вы садитесь глубоко Когда ваша стойка широкая Когда вы не наклоняетесь вперед А я часто слышу, что многие тренера, инструктора Даже профессиональные ребята Советуют девчонкам наклоняться вперед Якобы это женский вариант приседа И больше нагружаются ягодичные мышцы Девчонки, это полный бред И помимо того, что это бред Это еще несет в себе колоссальную опасность Я так подразумеваю Просто человек не хочет затрудняться с вами Не хочет ставить вам грамотную, правильную технику Ему проще придумать какую-то отговорку Если вы наклоняетесь вперед при приседе Вы увеличиваете опасность того Что поясничный отдел позвоночника получит травму Потому что нет ничего хуже, чем быть в наклоне с весом Нет, это когда вы еще сидите в наклоне с весом Это самое страшное Поэтому, девчонки, сосредотачиваемся на технике Если у вас какие-то возникают вопросы Обращайтесь к людям, которым вы действительно доверяете Которые грамотные, образованные Которые не просто только тренируются Но имеют еще и образование Хотя, честно говоря, сейчас это не всегда правильно Правильно, потому что Тому, чему обучают в фитнес-курсах Зачастую не имеют ничего общего с тем, что должно быть на практике Как раз-таки там и учат, что нужно начинать работать с тренажеров На самом деле на курсах больше внимания уделяют тому Как разводить клиента на деньги Чем анатомии, физиологии, биомеханики Грамотной техники выполнения упражнений Запомните, приседания это единственное И самое лучшее упражнение Которое сможет исправить вашу пятую точку Которое сделает вашу пятую точку неотразимой Если у вас вдруг какие-то проблемы с техникой Повторюсь Тренируйтесь, практикуйтесь Не используйте веса Приседайте с пустым грифом С бодибаром С деревянной палкой от швабры, наконец Но поставьте себе технику идеальной Также, за чем следует следить Это не нужно Выпрямлять коленки В верхней точке амплитуды Это очень и очень важно Вот сейчас вы видели Эбигел присела на 20 раз С 60 паундами Хотя сама весит 94 20 раз Следующий подход Мы с ней сделаем на 17 повторений И третий подход Будет на 15 повторений Это один из вариантов Тренинга в приседаниях Который я использую с ней Который дает результат Следующим упражнением После приседа Мы сделали Румынскую тягу И все На этом Тренинг наших ног Закончился Затем мы два дня С ней отдыхаем И Она растет При этом Сохраняя Заметьте Хороший рельеф тела Вы обратили внимание Что у Эбигел Очень хороший рельеф У нее нет жира Но при этом Мы смогли Нарастить ей Бицепсы бедер Пускай Физиологи Или кто-либо еще Попробуют Как-то это объяснить Я обязательно Покажу вам Сами соревнования Соревнования будут Очень серьезные Будут проходить Во Флориде В городе Орландо Это Евроэкспо Ежегодные соревнования Самой сильной федерации По бодибилдингу IFBB Соревнования дают Возможность Квалифицироваться Многим атлетам На Олимпию Имеют возможность Там выступать Как профессионалы Так и любители Мы решили С Эбигел Выступить сразу На таких Мощных Серьезных соревнованиях Где будет Ежегодно Представлены Минимум 200 А иногда и 300 девчонок Со всей Америки А из другого мира Тоже приезжают Чтобы показать себя И независимо от результата Какое место Займет Эбигел Я думаю Она займет Хорошее место Я вам это все Покажу Продемонстрирую А вот сейчас Эбигел Приседает С более Серьезным весом С весом Практически равным Своему телу Это другой Вариант Тренинга На приседания А кто смотрит Мои ролики Знает Что я Всегда Придерживаюсь Периодизации И каждая Новая тренировка На одну и ту же Группу мышц У меня И у моих учеников Происходит На новые мышечные волокна Либо на силу Либо на массу Либо на Окислительный На выносливость Только так Можно грамотно Построить Своё тело Эбигел Способна Через Два месяца Приседать С 90 паундами При собственном весе 94 паунда На 5 повторений Я ей Практически Не помогаю Только в последнем Пятом повторении Слегка Страхую Ее Но все равно Она жмет Сама Мощно Жмет Вот Именно так И делаются Ягодицы Если вы продолжаете Махать Ногами В кроссовере Либо еще Где-то То вы так и останетесь С Худой Плоской Попкой Конечно же О чем я еще Хочу Сказать И на что Следует обращать Внимание Что в многих Вводят Заблуждение Вы не можете Выбирать Форму Ягодиц Которые вам нравятся А как вы знаете Форма попок Огромная Штук 5 или 6 Я сейчас не помню Различных вариантов Форма девочки Задана Генетически Как вам Родители Генами передали Такая у нас И будет Единственное Мы можем Сделать ее Больше Единственное С помощью упражнений Мы можем Отшлифовать ее Вот как раз таки Когда вы Уже Набрали Определенную Массу Можно И нужно Выполнять Дополнительные Упражнения В виде Выпадов Хотя выпады Строят Всю форму Ног Ягодиц Но Это конкретно Касается Махов Махи Как самостоятельное Упражнение Совершенно Бесполезны Если им не предшествовали Приседания Или тяжелые Становые тяги В становых тягах Мы тоже Кстати С Эбигел Используем Принцип Периодизации Вот была Тренировочка Когда она Приседала На 20 17 И 15 Раз В трех Рабочих Подходах Использовала Примерно 65% Собственного Веса Затем Она Использовала Практически Свой вес И Приседала На 5 4 И 3 Повторения А Следующая Тренировка У нее Будет С 30 40 Процентами Веса Собственного Тела И она Будет Приседать 30 Раз Вы это Тоже Увидите В этом Видео Можете Посчитать А Вот Теперь Задумайтесь Проанализируйте Свои Тренировки Насколько Глубоко Вы Приседаете Даете Ли Вы Своему Организму Различную Нагрузку Не забывайте Что Тренинг В силовом Тяжелом Режиме Когда Вы Используете Большой Вес На 4-5 Повторений В кровь Выбрасывается Много Тестостерона Тестостерон Это главный Гормон Роста В наших Мышцах Если Вы Хотите И Причина По которой Мы используем Еще и Многоповторные Приседания Это Для Выброса Гормона Роста Да Объемный Тренинг На Большое Количество Повторений Выбрасывает Гормон Роста Силовой Тренинг На Малое Количество Повторений С тяжелым С тяжелым Тестостерон Выбрасывает Тестостерон Оба Этих Гормона Просто Необходимы И Необходимы Они Вам Девчонки Не важно Хотите Ли Худеть Хотите Ли Вы Набирать Вам Просто Необходимо Выполнять Приседания Даже Если Вы Будете Просто Делать Только Одни Приседания По Сравнению С теми Кто Бегает За Прочей Ерундой При Грамотном Составлении Режима Рациона Питания Вы Будете Либо Худеть Либо Если Вы Худенькое Набирать Режимы Тренировок Не Меняются В Зависимости От Конституции Вашего Тела От Того Нужно Вам Набирать Или Худеть Меняется Именно Стратегия Питания Обращаю На это Особое Внимание Но Приседать Точно Так же Как И Тянуть Нам С Конечно Девчонки Сосредотачиваться Нужно На двух Упражнениях Как Я Строю План Тренировочный Для Эбигел В один День Мы Делаем Приседания И Румынские Тяги Это Два Основных Упражнения Иногда У нас Бывает Еще Третье Упражнение Это Либо Сгибание В тренажере Либо Сгибание Когда Я Удерживаю Ее Стопы Она Наклоняется Корпусом Вперед Тоны Корпуса Со штангой На плечах Плюс Какое-нибудь Упражнение Дополнительное Тоже Либо Сгибание Либо Отведение Ног В тренажере Запомните Что Отведение Ног В тренажере Действительно При грамотной Технике Правильном Подходе Дает Хороший Результат Но Сведение Ног Практически Бесполезное Упражнение Не тратьте Свое Время На него Лучше Сосредоточьтесь На Приседах Приседы Девочки Еще раз И приседы И вы Просто Не узнаете Свою Попку Но Запомните Мне много Приходит Писем Я вот Месяц Или два Занималась Но не вижу Никакого Результата Мой тренер Значит Наверное Плохой Девчонки Что такое Два месяца С некоторыми Клиентами Я Месяца Два Три Трачу Только на Обучение Техники Обучение Основам Питания Представьте Особенно Если вы Полненькая Толстенькая Либо жирная Конкретно Сколько лет Вы Наедали Набирали Нажирали Это на себя Сколько И вы Хотите Получить Прогресс За два Три Месяца Не смешите Бабушку Прошу Вас Прогресс Видимый Прогресс При Грамотном Тренинге При Грамотном Питании Будет Виден Только Через Полгода Через Три Месяца Только Начнутся Какие-то Конкретные Изменения В теле Или Вы Думаете Что Вы Пришли Поприседали Один Раз Хорошо Если Вы Приседаете Или Что Делает Большинство Ложаться В тренажеры И Пытаются Делать Вид Что Они Тренируются После Этого Получить Какой-то Результат Если Вы Здравомыслящий Человек То Вы Понимаете Всю Смехотворность Этого Представьте Какие Процессы Должны Происходить В организме Как Они Должны Влиять На Все Системы Организма Чтобы Что-то В вас Изменить Даже Просто Чтобы Похудеть Нужно Время Два Месяца В принципе Достаточно Чтобы Хорошо Сбросить Вес Но Поймите Я Не раз Об этом Говорю Что Худая Корова Еще Не Газель Не Худова Делает Нас Красивыми Вас Девчонки Делают Вас Красивыми Мышцы И Если Вы Думаете Что Можно Как-то Измениться За 2-3 Месяца То Лучше Просто Не Приходите В зал Экономьте Время Экономьте Свои Деньги И Экономьте Нервы Вашего Инструктора Которому Вы Придете Запаситесь Терпением Изучите Все Во-первых Вы Должны Знать И Понимать В какой Одежде Заниматься Вы Должны Знать И Понимать В какой Обуви Заниматься Потому Что Я Смотрю Большинство 95% Людей Приходит Тренироваться В беговых Кроссовках Или Кроссовках Для Баскетбола Ну Ничего Глупее Нет Если Вы Будете Заниматься В таких Кроссовках Вы Можете Нанести Вред Своему Позвоночнику Нет Посмотрите Вот Сейчас На Видео Плоская Подошва Высокие Кроссовки Только Такой Только Такая Обувь Обеспечит Безопасность Работы В тренажерном Зале Техника Еще раз Техника Никогда Не слушайте Если Кто-то Вам Говорит Что Можно Изменить Форму Ваших Ягодиц Это Можно Сделать Только За счет Изменения Их Массы Увеличения Массы А Масса Это Тяжелая Работа Со Штангой Никакой Тренажер Никакой Мах Никогда Не создаст Вам Необходимый Стресс Для этого Я Устаю И не Устаю И постоянно Постоянно Пишу Об этом Говорю Об этом И все равно Мне приходят Подобные Вопросы Если Вы Не Получаете Результата От Приседаний И если Прошел Уже Хотя Бы Достойный Срок В полгода Тогда Действительно Нужно Задуматься О том Правильно Ли Вы Тренируетесь Правильно Ли Вы Питаетесь Но В первую Очередь Конечно Обращайте Внимание На Свою Технику Давайте Подытожим Первое Это Широкая Стойка Глубокий Присед Коленки Расходятся По Большим Пальцам Ноги Ровная Спина Без Изгибов Лишних И Прогибов Как Вот Вы Ходите Как Она Есть Должна Сохранять Все Свои Естественные Изгибы Прогибы Единственное Правило Это Сведенные Вместе Лопатки Штангу Кладем На Низ Трапеции Задние Дельты Ни в коем Случа Не закидываем Голову Назад Как и Не наклоняем Ее вперед Всегда Смотрим Перед Собой Голова Как бы Продолжение Позвоночника Это Тоже Очень Важно Не только Для Безопасности Но и Для Правильной Техники Потому Что Шея Напрямую Связана С Поясницей И Если Вы Будете Наклонять Или Откидывать Голову Назад У Вас Будут Происходить Такие Же Изменения В Поясничном Отделе Позвоночника Что Не Есть Хорошо Как вы Сами Понимаете И Запоминайте Движения В приседе Всегда Начинаем С увода Таза Назад Коленки Стараемся Сохранить На месте Не Наклоняемся Вперед И Не Расправляем Ноги В замок В верхней Точке Амплитуды Хотим Хорошие Большие Красивые Ягодицы Хорошо И Мощно И Много Приседаем Хотим Чтобы Эти Ягодичные Мышцы Были Еще И Красивыми Следим За тем Что Мы Пихаем Себя Следим За тем Что Мы Едим Как Мы Едим Как Часто Мы Едим Когда Мы Едим Это Как С прессом Вы Можете Иметь Самый Красивый Пресс В мире Но Под Слоем Жира Его Никто Никогда Не Увидит И Еще Раз Приседание Это Идеальное Упражнение Для Тех Кто Хочет Похудеть И Такое же Всегда Помните Об этом И Не Забывайте Еще Об Одном Важном Моменте Мышцы Делают Вас Красивыми А Классическое Кардио Монотонное Кардио Которое Длится Продолжительное Время Убивает Пережигает Ваши Мышцы Понижает Иммунитет Останавливает Метаболизм Да Ваш Метаболизм От Кардио Повышается Только В момент Его Выполнение Но Вы же Не Делаете Его Весь День Максимум Что Вы Делаете Это 40 Минут 60 Минут Правильно А После Тяжелой Силовой Работы Со Штангой Метаболизм Раскручивается Как Минимум На 12 Часов Еще Не Верите Мне Погублите Почитайте Исследования И Не Забывайте Что В первую Очередь Мы С Вами Хотим Быть Здоровыми И Любую Красоту Нужно Рассматривать Через Призму Сохранения Здоровья Не Впадайте В Крайности Приседайте Следите За Техникой И Ваша Попа Будет Самой Идеальной В мире Девчонки Девчонки Не Пропустите В Следующих Выпусках Я Расскажу Вам О том Как Правильно Тренировать Грудные Мышцы Нужен Ли Жим Лежа Для Девушки Если Нужен То Когда Зачем И Как Его Выполнять А Также Расскажу О Конкретно Нужных Двух Упражнениях Для Грудных Мышц Именно Для Женского Тренинга Парни Тоже Не Останутся В Стороне И В Ближайших Выпусках Я Расскажу О том О чем Мечтают Многие Как Прочувствовать Грудные Мышцы Конкретно В Внутренней Их Части Как Правильно Тренировать Грудные Мышцы Чтобы Чувствовать Работу Внутренних Мышц Не Пропустите Ближайшие Ролики Ближайшие Выпуски Heavy Metal Jeans Следи за Техникой И будешь Всегда Здоров И Силен Это Основа Залог База Долгих Грамотных Тренировок Это Канал Heavy Metal Джин Специально Для Вас Если Вам Что Непонятно Или У Вас Возникают Какие Либо Вопросы Пишите Их В Комментариях Я На Все Отвечаю А С Вами Ребята Мы Увидимся В Тренажерном Зале Всем Пока